Не видать, где автобусы, полоса, где пешеходные переходы, вообще ничего не видать. Зимой дорога, как одна сплошная полоса, Ильфа-Твалиев надеется только на водительское чутье и глазомер. На Оренбургском тракте еще можно сориентироваться, но местами в городе белых направляющих нет вовсе. Ездить кататься надо просто смотреть. Ну практически везде же нет, что люди видят. В Ахитском районе разметок, по-моему, нет. Эти разметки положили тень на чиновников из полкома Казани. В присвоении 45 миллионов бюджетных денег обвиняются бывший начальник отдела муниципального заказа финансового управления Юрий Синников и чиновник из полкома Советского района Денис Воробьев. По версии следователей, в 2015 году через одну строительную кампанию они вывели миллионы. От лица нескольких аффилированных фирм чиновник и коммерсанты сыграли на торгах таким образом, что победителем трех аукционов стала строительная организация, возглавляемая одним из обвиняемых. В 9.07 была первая цена была подана и в 9.08 снижение уже происходит на 46%. То есть за буквально полторы минуты стоимость упала на 46%. Такой метод торгов у экспертов называется таран. Это как раз тот аукцион 2015 года по дорожной разметке. Специалисты говорят, аффилированные компании быстро начинают снижать стоимость услуг. Но среди них оказываются и вроде бы честные игроки. Это две компании. Правда, на втором этапе аукциона они просто отказались от бюджетных денег. Эти две компании, они же не подают ни жалобу ФАС. То есть их не заносят ни в реестр, ни они сами не пытаются протестовать эти торги. И все как-то тихо, мирно проходит. Но именно одна из этих проигравших фирм в итоге становится субподрядчиком дорожных работ. Получается, проиграли 43 миллиона, но согласились за половину. Если бы мы начали бороться, мы бы остались без работы. Остались без работы? Без работы, да, и вообще без денег. Мы рабочих не смогли бы не дать заработки, ничего. Вот и все, поэтому мы молча согласились. Обвиняемые заключали также фиктивные договоры с фирмами, которые якобы выполнили часть работ. Деньги за которые впоследствии похищались. По данным наших источников МВД, чиновники изначально рассчитали дорожные разметки не по действующим нормативам. В итоге цена была завышена в два раза. В результате на 18 миллионов оскудел только бюджет советского района, Вахитовского и Приворского еще на 15, а Кировского и Московского на 11. Руководство города на время следствия воздержалось от комментариев, но история, возможно, продолжится еще одним уголовным делом. Часть материалов дела переданы Следственному комитету уже на должностных лиц советского района. Имена чиновников сейчас не афишируются, но по мнению следователей МВД, именно они допустили завышение цен контрактов. Альбина Минебаева, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова